Доброе утро, дамы! Кто такой сонный еще? А кто со своей красивой кошкой? Катя? Это же внутренний ритуал. Добро пожаловать в жизни, чем просто так рассказать. Погнали! Очень часто спрашивают, зубы надо чистить до завтрака или после? Без разницы. Без разницы? А когда до завтрака вот эта вот вонючка во рту, неприятная? Ничего страшного. Ничего страшного? Мне приходится тебя дублировать, чтобы у тебя было слышно. Ну, вот так. Вот оно, как оказывается. В каких условиях приходится готовить, когда у тебя двойня? Ага. Постоянно кто-то держится за ноги, просится на руки. Да? Я делаю кашку. Сегодня кукурузная, манная каша. Тут, короче, кукуруза, которая как манка варится. Это из самоката, по-моему. Вот такие вот хлопья кукурузно-рисовые. Котенок, я делаю кашу, да, на завтрак. Самое вкусное, это вывезти остатки. Где кошка, мяу? Идите, ищите. Ищите. Так, сейчас. Сейчас мы и заняты. Сейчас. Очень частый вопрос, какие каши варю девчонкам. Сейчас они едят разные коробочные каши, которые хлопья. Варятся по 3-5 минут. Жесткие каши едят только, знаете, наверное, гречку и то, если ты разваришь ее, они имеют взрослые такие. Все остальное взрослые пока что выплевывает, но не хочется давать им вот эти, знаете, малышковские, малышковскую муку. Вот, поэтому сзади штук. Это не стройка, это у меня уже тут забастовка, все ждут. Вот. Это вот у них кукурузно-рисовая, есть цельнозерновая, та же самая гречка, овсянка, ячменная каша. Короче, все, которые вижу, даже зеленая гречка, вчера первый раз сварила, была достаточно вкусная. Частый вопрос, все ли девочки съедают. Правда ли? Ну, вот сегодня каши не доели. Вот. Ну, а так в целом все, да. Правда. Куда в них влезает, я, если честно, пока не знаю, да. Не знаю пока, куда вас влезает. Ну, все. И потом эти трое удаляются. Мыться. А я прибираю здесь все и делаю второй завтрак для нас половерки. Мы с вами с Пасиной, потому что у меня наконец-таки появился микрофон и во всякие разговорные штуки. Теперь в них звук будет лучше. Да, сюда говорить надо. Так, у меня остатки вопросов все вот здесь. Вы их задавали. И вопрос, почему так назвали детей? Все на самом деле очень просто. У нас по УЗИ сразу было видно, что одна, как мы звали, длинная, вторая мелкая. Вот. Софа всегда опережала по росту развития. Она и сейчас достаточно высокая девочка. А так как я сама длинная, 180 сантиметров, а Пал Юрьевич пониже меня, он 176, то как-то было так решено, что мелкая пойдет в него, длинная пойдет в меня. И поэтому я называла длинную, он называл мелкую. Вот. Мы перебирали имена, называли, какие нам нравятся, искали пересечения. Ой, Софа! Ах! Не надо землю выкидывать из горшка. Ляля. Смотри, какая лялечка. Вот. И мне всегда нравилось имя София. Именно София, а не София. Поэтому я такая говорю, так, да, я длинную назову Софию. Он такой, ну норм, имя мне нравится. Вот. А он придумал имя Катя. И как-то так и пошло. И все. Мы это придумали, ну, наверное, где-то в октябре месяца. Девчонки родились в декабре. Вот. Родились, правда, 6 месяцев я только беременная отходила. Вот. Такой сокращенный курс беременности. Но получились, я считаю, прекрасные дети. Следующий вопрос. Это на какие нюансы стоит обращать внимание, когда выбираешь коляску? Честно, я не колясочный эксперт. Ну, у нас, как бы, было две коляски сдвоенных. И сейчас я купила прогулки. Ну, купила самые дешманские такие прогулки, которые лишь бы выжили 10 дней, которые мы возьмем с собой в Таиланд. Но, я думаю, оттуда я тоже влог буду снимать. Все, посмотрим все. Вот. Изначально у нас была Бугабу Данки Твин. Доставай, зайка. Сейчас. 5 сек. Ну, так вот. Была Бугабу Данки Твин. Я ее купила на Авито. Потому что на тот момент новая такая стоила 167 тысяч рублей. Я такая, вау! Вау! Купила 45 на Авито. Она служила месяцев, наверное, 8. Потом вся разломалась, к чертям. Соф. То ли потому, что она была бэушная. То ли просто потому, что Сибирь зима. Потому что на морозе она начала ломаться. То у нее крепеж какой-то отломился, то вот эти вот пластиковые вещи. Потом сломалась родительская ручка. 5 сек опять. Ну, так вот. Когда в очередной раз мы шли с Пал Юричем довольно далеко от дома. И эта коляска вся разломалась. Мы такие, да ну ее нафиг. В этот же день выставили ее на запчасти на Авито. До сих пор, правда, распродаю. Вот сегодня с утра уже курьер забрал очередную запчасть. Купили. Мне в директе многие посоветовали. Снэп Дуа. Да? Да, по-моему, такая у меня сейчас коляска. Вот, и на нее как раз была на зоне распродажи, на красную. Она стоила 26 тысяч вместо там 30 скольки-то. Вот, взяли. По ходовке, честно, намного хуже Бугабу, конечно. Но при этом она достаточно легкая. То есть, что мне важно в коляске? Чтобы она была маневренная, чтобы она управлялась одной рукой. Чтобы она была легкая. Легкая и легко складывалась, чтобы ее в машину можно было закинуть. Вот вторая сняп Дуа, она намного легче складывается, потому что тебе не нужно вот в Бугабу, чтобы ее закинуть в машину, чтобы вы понимали. Мне надо было детей посадить в машину. Потом снять каждую люльку, каждое сидение. Сложить вот эту вот самую раму. Она складывалась тоже довольно сложная. Вот. Закинуть раму, она очень тяжелая. Потом закинуть две сидушки. Они занимали просто все пространство в багажнике. Приходилось так трамбовать, чтобы багажник закрылся. А у меня как бы не маленькая машина, у меня кроссовер. Вот. Это же складывается с сидушками одним движением. И что мне нравится? Она раскладывается. Я просто берусь за ручку и выдергиваюсь в багажнике, и она раскладывается. Все. Вот. Поэтому это тачка. Ой, тачка, господи. Тачка. Что тачка? Да я вчера просто тачки смотрела разные. Но менять не буду, потому что денег на них нет. Вот. Просто зыринг был. Эта коляска в этом мне нравится больше. Но по проходимости по снегу она похуже. Это да. Ну, опять-таки, ну, не знала бы я, что такое Бугабу, от этой была бы восстановка. Дороги. Подожди, подожди, подожди. Самый красивый контент, но одна из лучших покупок – это измельчитель. Короче, вот так вот у вас остается всякая фигня после завтрака. Остатки какого-то каши, хлеба, чая. Включаешь его и радуйся. Радуйся. Потому что это не воняет в ведре. Это все быстренько измельчается и уходит в канализацию. Вот, сам измельчитель под раковиной стоит. Вот так выглядит. У нас пакеты с пакетами, точнее, ещик с пакетами. А здесь уносит до маленькой девочки, которая хочет помогать. Куда шесть убежала? А вон она лежит. Соф, а можешь, пожалуйста, подать вон ту цифру? Дай, пожалуйста. Спасибо, зайка. Спасибо, Луна. Спасибо. Спасибо. Вот, все цифры на месте. Это шесть. Угу. Шесть. Ага, упала, бух. Бух, упала цифра, да? Упала, да, смертно. Ой, нолик упал, да? Нолик упал. Упал, бух. Так, девчонки уснули. Я собираюсь сейчас быстренько приготовить им обед и пойти работать. Няня сейчас вот-вот должна пройти. Им вопрос. Арина, а справилась бы ты без няни? По сути, конечно, да. Да, справиться можно в жизни и без рук, без ног, да? Но вопрос, а надо оно, если у тебя есть руки и ноги, нужно ли отказываться от того, чтобы ими пользоваться? То же самое я считаю с няней. Я человек, который работает, да? Я повторю, что я не прекращала работать ни на день. То есть даже когда я рожала, даже в тот день у меня продолжалась моя работа. Кто сейчас опять начнет спрашивать, кем я работаю? Я работаю блогером на полный день во всех соцсетях. Вот. И моя работа позволяет мне делать это даже дома, да? Соответственно, я больше времени провожу с детьми. Но не только ради того, чтобы я успевала делать какие-то такие вот деловые дела, да? А для того, чтобы элементарно перезагрузиться. Почему бы мне не привлечь помощь? Помощь. Или приготовить ужин домашний, да? Или встретиться с подругами и не быть затюканной женщиной. Я всегда считаю, я считаю, что помощь нужна. Если нет возможности нанять няню, хотя по факту, вот я когда привлекала просто почасовых нянь, не на постоянность, но почасовых, на одного ребенка няня стоит 250 рублей. То есть если у вас один ребенок, вы можете даже на два часа, там, два раза в неделю звать няню, это 500 рублей вы потратите в день, два раза в неделю это 1000 рублей. И эти два часа вы пойдете просто в непонятном направлении, домофон звонит, вон как раз она пришла, в непонятном направлении и, наконец-таки, побудете сами собой, выпейте кофе, я не знаю, бесцельно посидите на лавочке, сходите в магазин, да что угодно, чтобы вы просто могли перезагрузиться. Я всегда за помощь, я всегда за делегирование. Вот, и, допустим, сегодня, помимо того, что мне нужно сделать разные дела, да, я записалась еще на то, что миллиард лет не делала, на завивку ресниц, просто потому что весна, просто потому что я хочу что-то сделать с собой. Вот, а завивка ресниц – это минимальная из жертв. Потом я отвезу корзину подруги своей, которая рожает. Вот-вот на днях про корзину я делала ролик обязательно, посмотрите, что подарить новорожденному, что купить для новорожденного. Вот, и, соответственно, все это время с детишками будет наша замечательная няня. Я, подытожим ответ, без няни бы я справилась, но была бы затюканной, недовольной, грустной, и все. Все было бы плохо. Так, и следующий вопрос – это почему, Арина, вы так необычно одеваетесь? Если честно, мне кажется, что я, наоборот, одеваюсь очень обыденно, не знаю, видно, не видно, что она обыденная и скучная, вот, потому что, наверное, года три последних я начала смотреть вот эти вот разные блоги в Инстаграме, где разные стилисты показывают базу. Видимо, я не на тех людей подписалась, не тех людей, не тех людей вижу, вот. И я начала покупать вот эти, вы знаете, там, бежененькие, базовые вещи, то есть не что-то такое, что я привыкла, интересно, необычный крой, что-то яркое, да, а стандартное. И этой зимой, когда я сделала себе операцию, обнаружила себя в той точке, когда одежда старая на фигуру, на новую не садится, да и носить я ее уже не хочу, потому что я отдала себе волю и такая, блин, ну, ну не люблю я вот это вот все бежененькое, темненькое, серенькое, однотоненькое, базовое, белая футболочка, какие-нибудь штанишки, что-то такое, ну не нравится мне это, вот. Поэтому вот сейчас, да, я начала покупать одежду, которая мне нравится, которая мне приносит удовольствие, но я ее еще особо не носила, потому что все, что я заказала, пришло летнее с собой в поездку в Тай, вот. А весеннее еще едет, и весна, если честно, намного для меня сложнее в стилизации. Ну, я не стилист, да, я не профессионал, и мне сложно мои вот эти вот хотелки применить на сибирскую погоду, потому что я такая, а, хочу вот так, вот это, вот это, вот это, а потом такая, ну как бы за окном, милочка, сейчас вот сколько там сегодня? Минус 9, да, а по ощущениям еще холоднее, и то, что мне бы хотелось, я сейчас не надену, поэтому у меня такой, вы знаете, переломный момент, вот. Но касательно вашего вопроса, не думаю, что я как-то странно одеваюсь, мне кажется, наоборот, очень скучно, необычно. Следующий вопрос про мой рост. Стеснялись ли вы когда-нибудь своего роста? Кто не знает, я 180 сантиметров ростом. Знаете, у меня в памяти всплывает всегда один и тот же случай. Школа. Я тогда прям четко помню рост, у меня был 173, не помню вообще какой-то класс, но какой-то из таких более-менее уже старших, может быть, девятый. Стою в гардеробе за своей курткой, и передо мной стоят две мои одноклассницы, как раз, кстати, двойняшки, и у них рост совершенно стандартный, то есть 160, 164, что-то такое. А я в тот день надела свои новые ботфорты на вот такой вот танкетке. Помните, танкетки были модные? Замшевые, танкетка вся замшевая, они такие с вышивкой, потом они нафиг расползлись в этот же день, и мы их вернули, они были супер некачественные, но не судила. 173, вот такая танкетка, то есть там сантиметров, наверное, 12-15, я помню, как я еле канделяла просто до дома по этому льду, думала, сейчас упаду, все ноги преломаю, зачем мне это? Еще стерла ноги, еще они порвались, блин, собаки. Я стою, ну где-то, наверное, со всей этой танкеткой, 185-187, мои одноклассницы забирают куртку, поворачиваются и прям мне упираются вот сюда, чуть ниже груди она упирается и медленно поднимают голову, как до жирафа, до меня. Вот этот единственный момент, который я запомнила, такой, знаете, впечатлил, который меня с моим ростом. Но как таковых комплексов из-за роста не было. Если честно, комплексов из-за внешности, именно то, что я изменить не могу, у меня никогда не было. У меня большой размер ноги, да, 44-й, я высокая. Какие-то вот такие, касательно того, на что ты не можешь повлиять, у меня никогда комплексов не было. Я такая, ну как бы это у меня есть, все здорово, замечательно. Ростом, если честно, я всегда своим гордилась и горжусь до сих пор, мне очень нравится. Во-первых, можно лампочки с пола закручивать, да, стул не надо ставить. Во-вторых, не знаю, мне просто, просто в нем комфортно, просто классно. Взяла с собой корзину подарочную. Поеду, сейчас не знаю, походу я не успеваю перед ресницами заехать по делам, наверное, после них. Сначала кайфаню, потом поедем. Может быть, еще успею, продерну сейчас за кофе. Вот, вопрос следующий. Как не бояться рулить? Короче, ситуация такая, что я села за рулю 25 лет. Мне в этом году 33 года, то есть я 8-й год вожу. До автошколы я вообще никогда не была за рулем. Не понимала, зачем нужны три педали. Я училась на механике. Моя первая машина была на механике. Называла, что-то делала, палка-ковыриалка. Вот, и в принципе, в принципе, все было плохо. Но, как оказалось, машина и вообще вождение – это мое. Я села и начала кайфовать, честно. Настолько у меня хорошо все это получалось, что мой, кто он там называет, тренер, лектор, преподаватель, инструктор, инструктор, мне на восьмом занятии сказал, «Арина, пора на экзамен». Вот, что тебе делать? Пора на экзамен. И все, я вышла на экзамен и с первого раза сдала и город, и автодром. Но у меня был небольшой маленький секретик. Как во время сдачи города не провалиться, не волноваться? Вот потому что зачастую ты не сдаешь из-за волнения. Я представила тогда, гаишники сидели сзади. Сейчас я не знаю, как они спереди сидят или сзади. Ну, не судила. Всегда представить одно и то же можно. Я представила, что я водитель, таксист, а у меня есть пассажир, который показывает мне дорогу, потому что дорогу я не знаю. И он мне говорит, типа, вот здесь направо, здесь налево, здесь там остановитесь. И я такая, в принципе, должно сработать. И что вы думаете? Пришла на экзамен, чувство у меня начинает трястись нога так на педали. Предательски. Я такая, я таксист, я таксист. Бах, нога спокойная. Еду дальше, все хорошо. Через время опять мандраж, нагло трясется. Я такая, я таксист. Это просто пассажир, я таксист. И это реально работает, прикиньте. Вот. Я сдала с первого раза, все прекрасно, все шикарно. Вожу, мне прям нравится. Попробуйте найти какое-то удовольствие в этом. Мне, честно, знаете, что еще нравится? Я довольно-таки импульсивный человек. И если я не буду куда-то сливать свои эмоции, то я принесу это в семью. И это будет не самый вообще лучший мой поступок, потому что, как правило, эти эмоции накапливаются у меня негативные. И я во время вождения, честно, скидываю эти негативные эмоции. Потому что у меня все вокруг неправильно ездят. Все вокруг купили права. Ты вообще куда смотришь? Ах ты, к**. Короче, я прямо души себе даю поругаться. Счастливая, прекрасно все. Иду домой с выплеснутыми эмоциями. Такие дела. И все, и все. Счастливая, прекрасно все. Приехала в странный для себя район. Вот, где-то здесь. Мне куда-то надо попасть, чтобы завить ресницы. И здесь общага. Я сама выросла в общаге. Но смысл в том, что вырасти-то я выросла в общаге. Вот, но потом прикладывала все усилия, чтобы не жить в общежитии. Потому что это была прям такая общага-общага. С алкашами, наркоманами. И теперь я поймала себя на мысль, что я дико боюсь этих самых общаг. Точнее, контингента, который там живет. Сейчас едет машина сюда. А мне дико громко играет музыка. Я уже такая... Вот, казалось бы, да? Огромный пласт своей жизни я провела в этих местах, но боюсь. Все, сделала ресницы. И, блин, мне прям очень нравится. Я уже забыла, каково это. Загнутыми и подкрашенными ресницами будет прям огонь огнищить. То, что я хотела. Весна творит чудеса. Еще такие у них лежанки удобные. И девочка, девочка, которая делала, тоже такая аккуратненькая. Молодец. Я почему долго не ходила на эту процедуру? В прошлые разы разные-разные мастера. Я много раз это делала. Ламинирование ресниц. Все равно что-то подтекало в глаза. Я была больноватой. Я такая, блин. Ну, это капец как не полезно. Прям вообще не полезно для глаз. Но, но, вот прям красотка. Молодец, девочка. Ничего не затекло. Я лежала на этой удобной кушетке. Подремала немножечко. Так вообще хорошо. Так кайфанула. Ух. Все. Погнала по делам. Так, давайте дальше с вами вопросы поразбираем, пока я сижу на быстромойке. Вопрос такой, как это любить двоих детей одновременно? Боюсь, что не смогу. Честно, не знаю, шумно сейчас будет, нет. Честно, у меня тоже был такой страх. Особенно, когда Софа уже лежала со мной в палате, а Катя лежала в реанимации, потом в БИД отдельно. Потом нас вообще Софы выписали. Катя три недели далеко живала, да? И я боялась, что... А вдруг случится так, что я влюблюсь сейчас в Софу и не смогу так же полюбить Катю. И что греха таить? Я не буду там из себя строить кого-то непонятно кого. Я реально первые, наверное, пару недель мне было стыдно перед Катей, потому что я такая, блин, я же все это время, больше времени уделяла Софе. Я ее понимаю вообще, что она хочет, что она от меня требует. А что Катя хочет, я не понимала вообще, потому что я с ней не проводила столько времени. Она лежала в кювезе, и я не могла ее достать. Она очень много плакала тогда. И я не понимала, что ей надо. И вот эти, вы знаете, недели две-три совместные притирки, они сделали свое дело, и я полюбила обеих. Ты любишь по-разному. Сила любви одинаковая, но любишь по-разному. Это как, не знаю, какую руку ты свою любишь, больше правую или левую. Ой, сейчас поеду, потом договорю. Тут уже меня выгоняют цветомойки. Ну, только вот продолжим разговор. Какую руку ты свою больше любишь, правую или левую? Правая рука у меня пишет, да. Левая рука, к примеру, у меня носит сумки. И это не значит, что я там правую люблю больше. Нет, вот так же и дети. Ты их любишь по-разному, да. Софу, мы с ней прям ржом прикалываемся. Такие какие-то сумасшедшие штуки, да. Катюшка, мы с ней обнимаемся, больше нежимся. И она, мы называем Катюшка, простите, Катюшка в клубе Камикадзе, потому что она любит что-то прям такое лютое. Дикие перевороты, какие-то полеты, что-то вот такое. Вот, поэтому это разная любовь. Но она одинаковая по силе. И все будет окей. Правда. Возможно, не сразу. А может пойти сразу, да. А бывают такие, что рождается один ребенок, и мамы, то есть не двойня, да, или не второй ребенок, а просто первый один ребенок, и мамы не сразу любят. Они выполняют механически какие-то действия, потому что, ну, вот тебе сказали, вот твой ребенок, вот на, на, делай. Потому что так надо, да. И через время, когда уже человек начинает реагировать, какие-то ответные реакции давать, что-то уже, да, вы друг друга притираетесь, все успокаивается. Быть налаживается, силы появляются, ресурсы появляются. Вот тогда начинают любить. По-разному. Но в любом случае все будет хорошо. От того, что вы уже задумываетесь об этом, это уже очень хороший знак. Плохие мамы, которые не смогут полюбить, они об этом даже не думают. Но женских какая вечная проблема? Мне кажется уже по виду, что они будут мне малые. И да, и да. 44-й на мою ногу. 28 сантиметров. Малые. Еще одни кандидаты. Они супер широкие, но при этом длину тоже маловаты. Поэтому. Поэтому я хожу в кроссовках. Это всегда удобно. Это всегда завязал потуже, и ничего никогда не спадет. Блин, ну вот эти вот прям жалко. Я люблю такие. И они тоже супер малые мне. Ну, заберу хотя бы. Капляры для очков себе заказал. Это кто балуется? Кто балуется? Катя, Катя. Катя, Кать Сейчас будем клеить Давай же приклеим, давай А, нет, еще не закончились кружочки Я думаю, у нас все закончилось Следующий вопрос, пока мы тут клеим кружочки Можешь ли еще раз осветить немного тему с увлажнителями? Думаю, стоит ее коснуться, потому что многие их используют И я повторюсь, что я не призываю отказываться от увлажнителя Просто я столкнула своей жизнью с такой ситуацией что увлажнитель нанес мне вред, и потом узнала, что это довольно частая проблема В некоторых странах были судебные огромные разбирательства даже, короче Рассказываю, ситуацию купила я обычный ультразвуковой увлажнитель Это микрофон, зайка, да Давай клеить с тобой кружок Купила я увлажнитель Радовалась, включала его Включала, тогда у меня еще не было детей Павел Юрич на работе И через время меня накрыло Прям в прямом смысле Я первый раз, я не помню То ли я шла по улице, то ли это просто было дома Короче Ты себя чувствуешь нормально А уже через там 10 минут Ты вся белая Голова кружится Поднимается температура 40 Начинается лихорадка И тебе прям плохо Такое случилось И было непонятно Непонятно, что произошло Через два дня я пошла к врачу Мне все отлегло Пошла к врачу Мне говорят Ну, сейчас грипп гуляет Наверное Наверное подхватило что-то Я такая Ну, окей, ладно Все Ровно через месяц Так совпадало, что это месяц Я потом Я такой ленивый человек Да Я не включала месяц увлажнитель Через месяц я его включаю И в этот день меня снова накрывает То есть я подышу-подышу И тогда я пошла на почту Я помню, я стою И на меня оператор почты Вот так начинает смотреть А я понимаю, что я белее И меня покидают силы И мне снова становится плохо Я еле добираюсь до машины Назвоню Пал Юрьевичу Говорю У тебя есть пациенты? Он Благо тогда не было пациентов Он говорит Нет Я говорю Пожалуйста, забери меня Я не доеду домой И я реально Мне все хуже, хуже, хуже Становилось Опять лихорадка И бах На следующий день Опять все проходит То есть это держится Вечер только И ночью уже отпускает Третий раз Я была тогда Узжала китайский язык В школе китайского языка И опять не становится плохо На уроке Я добираюсь до дома Мне дурно Я звоню Пал Юрьевичу Он не берет трубку А мне хуже, чем когда-либо до этого Я понимаю, что у него пациенты Что он не может сейчас ответить Молодец, да? Купила книжку для детей Сама клею на фейке Вот И я звоню в скорую Мне говорят Ну, сейчас среднее время ожидания 4-5 часов Опять-таки я понимаю, что я не дождусь Скоры Мне настолько плохо Я вызвала частную платную скорую Они меня прокапали Говорят, мы не знаем, что это такое Прокапали Мне стало немного легче Температура хотя бы спала Потом я пошла к терапевту И благо мне достался терапевт Прям такой въедливый Он меня слушал И говорит Блин, мне кажется, что я что-то слышу в легких Нет такого, что это что-то явное Но что-то слышу Отправил меня на КТ легких Рентген ничего не показал На КТ И на КТ нашли 5 Образований 5 очагов В легких Это еще было не то самое заболевание Оно еще не существовало тогда Не было таким популярным Потом эти очаги Короче, меня там гоняли вообще Сначала подумали, а вдруг это туберкулез Гоняли меня в туберкулезный диспансер Там просто ужасное было отношение Я сдавала мокроту Не могла ее сдать Поэтому меня отправили на ингаляцию Там же в туберкулезный диспансер Женщина достает вот эту насадку для ингаляции Не вскрывая вообще непонятно откуда А вокруг, чтобы вы понимали Такой какой-то Ну прям ужас Прям отвратная больница С ужасным отношением И все грязное Я говорю А этот ингалятор он обработанный Он чистый На что он так на меня поворачивается Говорит В смысле? А ты как туберкулезом заболела? То есть ты заболела туберкулезом А теперь тебя интересует Чистый или не чистый? Привет, Солдай Это ты Вот Я говорю Вообще-то Говорю Я не больна туберкулезом Это надо еще доказать Вот Ну это был ужас Проверяли меня на туберкулез Он не подтвердился Но подтвердили За счет моей мокроты Такое заболевание Как леогионеллюз Это Штука содержится в воде Водопроводной Горячей И когда ты моешь увлажнитель То есть ты просто его моешь Она попадает в него Селится там Размножается И от того, что она размножается Она потом вылетает вместе Вот с этим воздухом Которого он влажным Испаряет В окружающее пространство Ты вдыхаешь Она селится в твоих легких Дырявит их Потом у меня там все это Затянулось Фиброзными Образованиями Да И по идее Мне надо еще КТ делать Чтобы посмотреть Что с этим случилось Но потом началась волна Вот это вот Всем известного заболевания Не было возможности Попасть на КТ А сейчас я что-то уже Кстати позабила Вот Прошло много лет уже Я начала ознакомиться С этой проблемой Оказалось Говорю Что во многих странах Были прям судебные Разбирательства Что увлажнители Реально Калечат людей Какие увлажнители Не калечат Легионелла Она кстати еще В джакузи содержится И вызывает женское бесплодие Потому что она В сгибах Труп Живет Опять-таки От горячей воды И ты ее не можешь Оттуда вывести ничем Она селится на Слизистые На женских органах Да И вызывает тоже бесплодие Вот Поэтому никогда Никогда Джакузи нет Если купить увлажнитель Который постоянно Кипятит воду И вот этот Горячий пар И спускает В окружающую среду Вот он Убьет Легионеллу То есть Такой увлажнитель Будет безопасен Именно по этому Заболеванию По этой проблеме По другим Я вам ничего не подскажу Потому что я не знаю Я потом Такой увлажнитель купила Но опять-таки Честно Во мне где-то Сидит страх Потому что Мне было тогда Так плохо И я узнала Что с этой проблемой Сталкивались Женщины И дети Потому что Мужья на работе Дети Многим включают Увлажнитель И Люди умирали Дети умирали Женщины умирали И мне часто страшно Я купила этот увлажнитель Который Кипятит Воду Повключала его Несколько раз И забила Он у меня сейчас стоит Его надо наверное На вид высунуть Я не знаю Или выкинуть Потому что Мне правда страшно Скорее всего Ничего не будет Вот от этой Кипящей воды Но Когда ты уже С этим столкнулся Честно Не хочется Еще раз это переживать Тем более У меня сейчас дети Вот такая вот История про увлажнитель А танцевать будешь? А танцевать? Вот так Молодец Давай еще танцевать Иди сюда Люк Ну попкой в камеру Прям Ну Люк Да-да-да Да-да-да Скажи встал Да-да-да Да-да-да Кать танцуй Как Кать ты танцует? Как Кать я танцует? Никак скажи Кать я сегодня танцую Да? Да Раскачаем Эту вечерину Давай Давай Кошка на пирамиде сидит А колечки буду сидеть на пирамиде О, молодец О, молодец А еще Браво Еще Будешь собирать? Еще Еще Собирай Давай Молодец А где маркер? Где фломастер? Молодец Еще давай И Люк принес колечко Смотри на твою пирамиду Да? На твою пирамиду Принес колечко На вот это еще Молодец Катя Собирай Собирай Давай А где маркер? Сот Где ты твою маркер рисовать? Покажи мастер-класс Давай О, браво Какое колечко У тебя Синяя в горошек Да? Пойдешь? Да, пойдешь В дискотеку Давай А петь будешь? Петь Кать Кать А петь Нет Петь не будешь? Ну спой что-нибудь Нет А спой Катерина Катерина Я вас очень прошу Исполните пожалуйста Вашу фирменную песню Ну спой Ну спой София Павловна София Павловна Вы могли бы спеть? Спасибо большое София Павловна Браво Мои маленькие зрители Да? Смотрят Как я Ужином делаю Свет просто Вообще Прекрасный Замечательный Скоро сделаю Рум-тур О котором Вы все просили И просите Но Мне надо Я ждала микрофона Теперь они есть И нужно взять Наверное На рум-тур Оператора Потому что я же Не буду Сама себя Снимать За собой Ходить Вот Голодные Холодные Ну и много вопросов По прикорму По питанию Девочек Как я водила кусочки Как я вообще Начинала прикорм Так как девчонки Недоношенные Сильно Недоношенные У них были Проблемы С зрелостью ЖКТ Поэтому прикорм Вводился По состоянию Анализов И после УЗИ Вот У Кати По-моему Ей было 8 месяцев Когда мы Ей только-только Начали С врачами Что-то водить Софьи Два месяца Раньше Но я не скажу Что она прям Как-то сильно Там что-то ела Она пробовала Зачастую Все плевало Короче Почти вот эти Два месяца До Кати Она ничего не ела Вот Катя тоже Первый Может быть Месяц-полтора Особо Ничего не ела Просто могла Попробовать А могла вообще От всего отказаться И они так Разъелись Разъелись Уже Мне кажется Вот в этой квартире А сюда мы Переехали Когда им было Десять с половиной Месяцев Вот Постепенно Постепенно И как-то Знаете К новому году К их году Они уже начали Есть Три основных Приема пищи Отказались От смеси Днем И ели ее Только на ночь И ночью И тогда я поняла Что если добавлю Перекусы Возможно Это как-то сократить Ночные кормления И реально так Чем больше Чем плотнее Чем сытнее У них были перекусы В течение дня Тем меньше Раз они ели ночью Но все равно ели Вот Сначала Я все делала Пюрешками Потом Постепенно Начала Вводить Мелкие 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 Кусочки А потом Видела Что эти мелкие Кусочки Они в принципе С ними справляются Проглатывают Не давятся Не было ни разу Такого Чтобы кто-то Там подавился Мне пришлось Оказать первую помощь Нет Срыгивание Да То есть у детей Это нормальная Защитная реакция Подавиться Прямо Чтобы кашлять Кашлять Нет Такого не было Потом я начала Резать такие Тоненькие слайсы А потом уже Начиная с банана Начала давать Такие кусманы Ну и контролировать Держать конечно Эти кусманы И они постепенно Как-то разъелись Вот Сейчас на завтрак Они всегда Пробуют есть С ложками Что-то получается Что-то нет На обед Ужин зачастую Мы их кормим Вот так Честно Просто потому Что не хочется Заморачиваться Вот Можно конечно Поставить Каждую тарелку Дать ложку И это Там С каких-то Педагогических Точек зрения Правильно Эмоции Они так быстрее Всему научатся Но Не будет такого Что им 20 А блин Прочих них сидит мама И кормит их с ложки Всему Своё время В садик Я их рано не планирую Отдавать Поэтому Как таковых Вот этих вот навыков Есть ложки Вот скорее Скорее им не нужно Про садик Кстати тоже спрашивают Часто Я думала их отдать У Кати Есть диагноз По легким Он будет стоять До трех лет То есть У нее Любое ее заболевание Может привести К остановке дыхания И реанимации Случится Поэтому Катю Мы очень сильно бережем Ей просто нужно Все это перерасти Как правило К трем годам Вся ситуация стабилизируется Вот Болезни Она все равно Хватает Они проходят У нее намного тяжелее Чем у Софы Вот этот момент Показательный Вот сейчас Полторы недели Как Катя уже болеет Сегодня Благо уже Отошла мокрота У нее Софа при этом Болела два дня Вот Полторы недели Уже болеет Катя Со специальными Гормональными ингаляциями Со всеми этими делами Но она все равно Молодец Она справляется Вот И как таковой потребности Вот Сейчас Сейчас отдавать их в садик Нет Потому что А Я могу с ними Находиться Достаточно долго дома Б У нас есть возможность Взять няню Поэтому Думаю Что садик Будет Года в три В четыре Он конечно нужен С моей точки зрения Это Для иммунитета полезно Они переболеют Всем чем только можно Выстроят иммунитет Так чтобы К школе Уже были готовы Потому что Если их не отдать В садик То большая вероятность Того Что в первом классе Они будут беспрерывно болеть Все будут пропускать И Я Очень сильно Об этом Пожалела Вот Плюс Мне хочется Чтобы у них Были друзья Я пока Не знаю Какой это будет Садик Частный Либо государственный Мы еще Не задавались Вопросом Поиска Хорошего Садика Потому что Времени еще Вагон Все миллиард раз Может измениться Живем Радуемся Жизни Что бы вы думали Банка творога 170 граммов Палыч фруктовый Прикончили И еще Не наелись Судя по виду Не знаю Тут есть Вот Недоеденный Вами банан Будем его Сейчас доедать И если что То Хлебцы Печенье Прости Господи Вы с какого Голодного края Вы все Что Люстры Лампочки Да там Не горят сейчас Ну выключены Да Выключены Лампочки Хлебцы тебе дать Давай-ка Я ей хлебцы дам Звездочка Кать На тебе банан Что это скажи Звездочка У меня банан На тебе звездочку Вкусно Скажи спасибо Спасибо большое Мама За такой ужин Да Прям шевесткий стол И первое Второе Третье Компота нет Да Сейчас еще скажи Поиграем Сначала я вас умою Потом мы поиграем С вами Да И через часочек Полтора Спать Садись Где ляля Где ляля Возьми лялю Миша Уходи Уходи Миша 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 Не отпущу никуда Кто там прячется? Да у тебя, Соф, не у Кати У Кати там Ляля А у тебя кто прячется здесь? Посмотри Цыпленок, да? Смотри так И спрятался И нет цыпленка А где цыпленок? А вон он там, да? А цыпленок там Ты спать хочешь уже, да? Да Ну сейчас пойдем переодеваться У тебя смотри, маечка какая посужена, грязная Вот тут, вот маечка Смотри, в пятнышках вот здесь, видишь? Ну надо ее переодеть будет У Софы тоже грязная, да У Софы тоже в пятнышках Не надо Сидим, вот так и сидим Я слышу звук А это исторический момент А это, а это, смотрите, это папа пришел А вы еще не спите Офигеть То ли мы с вами так долго задержались То ли папа так рано пришел Очень долго не спите Видишь? Зато, зато тебя все рады видеть Папа пришел, да? Папа пришел Сразу повели тебя куда-то Деловые такие вообще Куда пошли? Наверное, да, говорят Папа, уложи нас И люк, который моет пол Бедный один, единственный у нас в семье старается Что-то делает Вопрос Почему ты Катю назвал Катя? Не знаю Смешно говорить Смешно говорить Пока, Кать Пока, Кать? Да Чистый троллинг Человек Кошка пришла, да? Кошка к тебе пришла Мяу Ой, Катя молодец Гладит кошку Умница, Катя Катя, топ-топ Топ-топ до папы Топ-топ Люк, отойди, пожалуйста, оттуда Люк, иди сюда Ой, молодец Топ-топ Ну все, все, спать охота скажу Пошлите Пока, Палыч, укладывай девчонок Я делаю экспресс Ужин Ужин На гриле И стейки Ужин Смешно Смешно Ужин Ужин Смешно Смешно Огонь Аминь Постраните, пожалуйста, чуть-чуть, чуть-чуть. Меня спрашивали просто, какой кофе мы пьем. А у нас все просто в этом мире. Ловаться, ловаться по распродаже с лентой. Вот, все, можете возвращаться, можете возвращаться. Кофеварка гейзерная. Спрашивали тоже, с индукцией работает. Но пришлось взять большую гейзерную кофеварку. На озоне брала, могу артикул, давайте в описании к видео прикреплю. Вот, сходите, посмотрите. Обязательно смотрите на диаметр вашей комфорки. Пришлось взять большую кофеварку, потому что маленькая, она не подходила по диаметру. Она требовала комфорку 10 сантиметров. У нас 15. Взяла такую. Честно, вкусно, здорово, задорно. Но постоянно приходится просить, полюречу ее открывать, потому что мне не хватает сил. Ну и давайте сегодня будем с вами завершать этот день в заляпанном зеркале, которое дети все заляпали. Много вопросов про состояние швов после операции. Короче, рассказываю. Во-первых, я сейчас буду делать жопный электрофорез. Вот так тут, вот так. Тот, кто помнит ситуацию, у меня случился ожог на моей попке. Вот, сейчас контент, который вы не ждали. Здесь у меня сейчас все заклеено силиконовым пластырем. Но просто поверьте, это дело теперь превращается в шрам, этот ожог. И чтобы не было такого гигантского килоидного рубца, я купила. Не знаю, сработать нет. Я просто тупо по всяким отзывам купила средства. Ой, ферменкол, вот, гель. И такой же это ферменкол, который смешивается вот с этим салактином. Это жидкость. Купила домашний электрофорез. Насколько сильно я не хочу, естественно, себе шрам на пятой точке. Вот, и каждый вечер делаю аппликацию с электрофорезом на свой попец. Потом мажу гелем. Потом заклеиваю силиконовым пластырем. Надеюсь, это поможет. Десять дней надо это делать, а гелем мазать несколько месяцев. Вот. А по поводу состояния швов после абдомина пластики. Здесь, на самом деле, все дико-дико просто. Все тоже обнаженочка. Все тоже заклеено, видите, силиконовыми пластырями. Сейчас могу поближе подойти. Давайте мы вас вот сюда перенесу. Свет включу, будет так лучше видно. Во, шикарно. Все заклеено силиконовыми пластырями. Я могу приоткрыть. То есть, вот здесь шов уже начался. Вот вверх уже не видно. Ниже спускаюсь. Еще пока бордовый. Ну, как бы всего два месяца после операции прошло. У всех по-разному. У кого-то там за полгода, у кого-то за год, у кого-то за полтора года. Они светлеют. Вот. Вот, у меня шов не только вертикальный, да? Это вот мой старый пупок. У меня шов также горизонтальный. Ну, это обычная обдоминопластика. Вот. Он достаточно большой. Вот здесь на кончиках. Вот видно, видите, здесь не заклеено, как сейчас выглядит рубец. Но он тоже будет меняться. Вот. По факту меня вот спрашивали, как тебе тот факт, что нынче, ну, как бы живот располосован? Честно, по сравнению с дряблой кожей и диастазом, который доставлял физическую боль, да, моральный дискомфорт, это все фигня. Потому что вот это вот будет прозрачное, белое, почти невидное, да? А то, что было, это было плохо. Вот. Сейчас я супер-пупер сильно довольна состоянием живота. Это вечер. Я поела, я весь день ела, да, я жила. И живот меня полностью устраивает. Вот. Так, ну что, я пошла делать попный электрофорез. Спасибо большое, что вы смотрели это видео. Ставьте колокольчики, пальцы вверх. Реально лайки ставьте. Подписывайтесь, если не подписаны. Всех люблю. Увидимся в следующем видео.